Продолжение следует... Надёжно строим, надёжно продаём. Строительная компания «Град». 242-99-77. Макияж и прически нашим девушкам предоставила космотека «Бэкстейдж». Доброе утро всем, кто уже успел проснуться, настроиться на позитивный лад этих выходных и заварил себе чашечку бодрящего и ароматного кофе. В эфире самое полезное и самое вкусное лекарство от осеннего телевизионного авитаминоза программа «Апельсиновое утро». И, конечно, мы, те, кто будем этот витаминизированный коктейль разливать по волнам самарского телевещания. Очаровательная Ксения Артемьевна и я, Илья Русаков. Уверена, что за прошедшую неделю вы успели соскучиться по самым интересным новостям нашего города и не только. Так, Ксюш, я предлагаю не тянуть с этим. Какие у тебя новости? Ну, например, сегодня, 8 октября, отмечается день капитана надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России. Поздравляем всех причастных. Ура, ура. Ксюша, ты помнишь, мы с тобой как-то недавно удивлялись, почему ты всегда в кадре выглядишь намного красивее и эффектнее меня? Я нашел это логичное объяснение. Так, и интересно, какое? Ну, смотри, во-первых, ты по природе, сама по себе очень красивая. А во-вторых, британские ученые доказали, что присутствие в кадре, ну, или на фотографии человека менее красиво добавляет бонусов, собственно, в твою красоту. Я объясню. Они устроили небольшой эксперимент. Они, собственно, показывали фотографии, ну, обычных миловидных людей в фокус-группе. А после этого показывали эти же лица, но уже на одной фотографии вместе с некрасивыми людьми. Ну, прям откровенно некрасивыми. И, естественно, во втором случае им оценочку по красоте ставили намного выше. Вот понимаешь, о чем это говорит? Ты на моем фоне выглядишь красивее. А представляешь, если бы ты выходил с Максимом Полугняком или Колей Дебройн, то вообще как богиня была? Хватит шутить свои шуточки. Люблю всех, каждого ведущего. Пожалуй, не найдется ни одного зрителя программы «Апельсиновое утро», который хотя бы раз в жизни не принял участие в наших отличных конкурсах. Приглашаю всех в нашу группу ВКонтакте по адресу «Апельсиновое утро онлайн». Именно там вся самая полезная и интересная информация о розыгрышах этой недели. Все призы мега крутые, обещаю. Как, например, трон ручной работы. Трон из красного индонезийского дерева за 75 кусков. Ксюш, 75 тысяч. Ты представляешь, у меня первая машина дешевле стоила. Вот если бы у меня осталась моя десятка, и я бы выиграл вдруг этот трон, я бы поставил его вместо водительского сидения. Я тебе обещаю, ну, потому что, а как иначе, ну, 75 кусков, это... Расскажу подробнее об условиях этого конкурса. Ну, что нужно сделать? Во-первых, обязательно быть участником группы «Апельсиновое утро онлайн». Ну, это логично. Во-вторых, сделать репост о конкурсе на свою стенку ВКонтакте. Один клип. Ну, и третье, самое простое и творческое задание, нужно всего лишь сходить в торговый центр, зайти там в арт-салон классической мебели и сделать фотографию на этом самом троне. Потом вы заходите в нашу группу, в специальном альбоме выкладываете фотографию и обязательно подписываете, почему именно вы, принцесса, или именно вы, царь, достойный этого трона, почему именно вы должны на нем сидеть. В итоге подведем 31 декабря в программе «Апельсиновое утро» на телеканале «Скат ТНТ». Тем более, что существует поверье, что как Новый год встретишь, так его и пройдешь. Я бы с удовольствием его встретил на потрясающем индонезийском троне, ручной работе за 75 тысяч, как может быть и наш участник Вениамин, постоянный зритель программы «Апельсиновое утро», потому что он уже выложил фотографию. Ты знаешь, бытует мнение, да, существует, есть такая фраза в конце-то концов, говорит, что деньги не пахнут. Ну да, есть такая фраза. Мы каждую неделю в программе «Апельсиновое утро» опровергаем эту фразу, говоря, что деньги не только пахнут, а пахнут апельсинами. И мы продолжаем наш постоянный конкурс «Апельсиновые деньги». Суть его очень простая. Вы внимательно смотрите эфир нашей программы и сразу по окончанию выкладываете, собственно, фразу, которую вы собрали в течение эфира, а это три части, которые вам нужно внимательно смотреть, записывать, и все это дело отправлять на почту. Вот по этому адресу, дорогие телезрители. И все, подарок будет ваш, потому что генератором случайных чисел мы разыграем. А это вам не выбор, ребята, здесь все абсолютно честно. Ну что, друзья, у нас в студии, как вы видите, наши замечательные гости Виктория и Оксана Гребенюк. Это победители нашего конкурса «Апельсиновые деньги». А Виктория в прошлой программе еще и потрясающе пела у нас на День музыки. И так сложилось, что мама посуетилась вовремя, соблюла все условия нашего конкурса и выиграла, во-первых, этот сочный апельсин, который я, Виктория, конечно, вручаю тебе, витаминки. И та-та-та-та-та-та-та-та. Ах, наши апельсиновые деньги. Это вам. Оксана, скажите, вы рады? Ну, конечно, рады. Просто хочется верить в Тюдесарик, оказывается, они все-таки есть. И конкурсы, это и есть конкурсы. Я не ожидала, не надеялась, но смотря передачу, потому что там участвовал мой ребенок, следила за этими тремя словами, составила фразу, отправила, и вот, ура, меня сюда пригласили. И мы, и мы этому безумно рады. Друзья, не забывайте, что действительно, эти даже маленькие, но приятные мечты абсолютно легко воплощаются с программой «Апельсиновое утро». Участвуйте в нашем конкурсе, собирайте слова, выкладывайте их, естественно, в своем ответе на нашу почту, и, ребята, генератором случайных чисел мы вот так вот вас и осчастливим. Ну и это еще не все на этой неделе. Также разыграем два пригласительных на отличную кинотусовку с квестами, вкусными угощениями и, самое главное, предпремьерным показом блокбастера с Томом Хэнксом в главной роли. Очень-очень хочу уже посмотреть этот фильм, ну а вы можете пойти на него абсолютно бесплатно. Как? Расскажем через пару секунд. 13 октября кинотеатр «Пять звезд» и «Лофт» приглашают на премьеру фильма «Инферно». Угощения, квесты, подарки, премьерный показ фильма «Инферно». Начало мероприятия в 19.30. Успей выиграть халявные билеты прямо сейчас в нашей группе. Продолжаем новости про город. Совсем недавно, на прошедшей неделе, состоялось открытие, торжественное открытие на улице Шостаковича обновленного военно-исторического музея. Реконструкцией этого музея занимались федеральные власти и выделили на это 97 миллионов рублей. Сколько миллионов? 97 миллионов. Да это же можно было, я не знаю, новый или целых пять новых музеев построить, нет? Илюш, мне кажется, ты ошибаешься. Зато к обновлению открылась новая экспозиция. Музей «Гусар». А, ну вот сюда, собственно, и ушло 93, как минимум. Все понятно. Я бы с удовольствием сходил бы в музей «Гусар», особенно на экспозицию модных усов того времени, как накрутил бы себе ус и пошел щегонять. Знаешь, у меня вот есть еще одна интересная новость. Как пишет один новостной портал, сегодня в Самаре состоится акция протеста. Горожане выйдут на улицу на пикет против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Не пугайтесь, пикет согласован с властями и пройдет с 16 до 19.00. Место проведения сквер имени Пушкина сразу за драматическим театром. О, мне кажется, то, что пикет будет проходить за драматическим театром, добавляет особой изюминки и пикантности. Представляешь, все будут театрализованно защищать свои права. Что же вы, Ироды, делаете-то? А-а-а! Ну, возможно, все так и есть. А пока Илья отыгрывает, я расскажу про еще одну интересную новость, которую на портале прочитала. Самарские ученые разрабатывают ядерную батарейку, которая будет работать за 100 лет. Принцип нового зарядного устройства состоит в том, что радиоактивный изотоп испускает поток электронов, и уже они генерируют электрическую энергию. Если честно, звучит пока не очень понятно. Но говорят, что это передовая технологическая разработка. Слушай, а ведь есть же аналоги, по-моему, да? Такие аналоги уже есть в России, в Швейцарии, даже в США, но наша местная разработка будет отличаться экологичностью и дешевизной. О-о-о! Слушай, ты представляешь, с такой батарейкой еще тяжелее будет отлепить наших российских мужчин собственно от телевизоров. Раньше-то они хотя бы иногда периодически вставали, чтобы батарейки в пульте поменять, а теперь, ребята, с этим будет чуть посложнее. Еще больше интересных новостей можете прочитать на портале ProGorod. ProGorod. Все новости Самары онлайн в один клик. Ксюш, осень, согласись, удивительно, безумно красивая пора, которая пробуждает у людей особое вдохновение. Один пермский художник на стене своего собственного дома, внимание, написал портрет рок-звезды Юрия Шевчука, внимание, чем? Опавшими листьями. По-моему, это очень красиво и гениально. Посмотри. И очень романтично. Знаешь, вот лично я очень люблю просто гулять по городу и открывать какие-то интересные, необычные места, там, где еще никто не был. Именно об этом наш следующий сюжет. То, что вы видите сейчас за мной, это небольшая часть Белокорницкой старообрядческой церкви. У нас в Самаре эта церковь была больше известна как церковь с часами. Действительно, на ее куполе очень долгое время красовался старинный циферблат. Но через некоторое время он исчез. То ли его украли, то ли его сняли, собственно, те люди, которым эта церковь в дальнейшем и принадлежала. Еще эта церковь долгое время также считалась одной из самых мистических и загадочных мест в нашем городе. Сейчас я вам объясню, почему. Вообще строительство этой церкви предшествовало очень длинной и запутанной историей. Михаил Львович и Мария Санины, которые являлись владельцами, так сказать, первоначальными этой церкви, они также были известны в Самаре своей благодворительностью. И в 1907 году стало известно, что на свои собственные деньги они построили бесплатную столовую для нуждающих. То есть совершили такое благое дело для города. И благодарность за строительство этой столовой они попросили у правительства города кусочек земли, чтобы построить на этой земле церковь. Но, как у нас водится, правительство им отказало. Иван Львович очень долго ругался, писал письма в различные инстанции. Ну и через некоторое время он скончался. Его жена Мария в память о своем супруге на своей собственной земле, можно сказать, в своем собственном дворе, на собственные деньги, она построила вот эту прекрасную церковь. В 1915 году ее осветили, а в 1918 году эту церковь уже муниципализировали. И через 10 лет она перешла в пользование станкостроительного завода. И вот уже после того, как эта церковь перестала быть церковью, а стала просто помещением, которое станкостроительный завод использовал для своих нужд, в ней начали створиться всякие нехорошие, загадочные, а зачастую и просто страшные вещи. Получив в пользование вот такие вот обширные помещения, руководители станкостроительного завода стали думать, что же здесь организовать. И не придумали ничего лучше, как открыть здесь заводской клуб. То есть представьте, в том месте, где происходили церковные таинства, где людей крестили, где людей отпевали, здесь была дискотека, подупившая молодежь здесь плясала и веселилась. Вот однажды, во время одной из таких дискотек, пол подтанцующими, он был деревянный, он проломился. И в результате участники всего мероприятия провалились в огромный подвал. Те люди, которые провалились в этот подпол, очень многие покалечились, и покалечились страшно. После этого клуб закрывают, и в этом здании открывают кровеческий музей. За ним ничего плохого такого явного замечено не было, но те люди, которые оставались в этом музее по ночам, это сторожи, как правило, они признавались в том, что ночью здесь находиться было очень неприятно. Слышались различные звуки, шорохи, виделись неясные тени. И это все создавало очень гнетущее, очень такое неприятное ощущение у тех людей, которым приходилось это видеть. После того, как кровеческий музей закрыли, это помещение очень долго простаивали. И в 1992 году, уже после развала Советского Союза, станкостроительный завод решает оборудовать здесь органный зал. Здесь начинается большая перестройка, ремонт, и успевают сделать первый этаж этой церкви. И когда начинается реконструкция купола, здесь происходит пожар. Пожар окутан на самом деле различными тайнами. Дело в том, что, согласно одной из версий, этот пожар устроили мальчишки, которые сами же и вызвали пожарных. Это были подростки, их было три человека. И когда приехал пожарный расчет, они начали плакать и кричать, что здесь, в Дании, остался их товарищ, также молодой парень. Естественно, сотрудники пожарной охраны ринулись внутрь, но никакого мальчика они там не обнаружили, ни живого, ни мертвого. Если бы мальчик сгорел, погиб, конечно же, должны были быть его останки. Но этот ребенок, он, казалось бы, пропал в безвести, то есть исчез. Дальше судьба церкви такова. В 2004 году на ее верхушку водружают кресты, а в 2006 году старобрядцы, которые на протяжении всего XX века ходатайствовали о ее возврате себе обратно, наконец-то получают ее в свое пользование, в свое распоряжение. И после того, как церковь вернулась в свое законное лоно, в руки тех людей, которые ее и построили, здесь все мистические, загадочные события здесь прекратились, и сейчас уже в настоящее время не происходит. Ксюш, а ты знала, что самки-кенгуру умеют задерживать беременность? Если вдруг у нее уже есть один детеныш в сумке, а она беременна вторым, то абсолютно легко может это делать. И также она умеет вырабатывать молоко разной степени жирности и консистенции для разных возрастных детенышей. Ты представляешь, какой крутой апгрейд? А вот если бы она еще умела крепкий напиток для пап вырабатывать, то вообще цены бы ей не было. Нет, никогда об этом не знала, но, ты знаешь, и у людей планирование беременности это очень важная и ответственная тема. Я предлагаю именно сегодня о ней поговорить с нашими гостями. Сегодня у нас в студии Лариса Александровна Журавлева, акушер-гинеколог, главный специалист экспертного центра ведения беременности, и Лариса Борисовна Прохоренко, акушер-гинеколог, эндокринолог клиники. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, очень приятно. Ну, наверное, самый первый, самый главный вопрос, что такое вообще планирование беременности? Это комплекс каких-то процедур или действий? Что это? Вообще, планирование беременности – это комплекс мероприятий, которые направлены, ну, в первую очередь, на здоровое зачатие, на то, чтобы успешно протекала беременность как для мамы, так и для будущего ребёнка, и, конечно, чтобы успешно закончилась эта беременность нормальными родами. Вот это и есть планирование беременности. И, как правило, планирование беременности – это и для мамы будущей, и для супруга, для папы. Так, а вот вопрос, папа как-то тоже особенно к этому процессу должен готовить? Причастен, причастен к этому. Просто многие думают, что наше дело-то маленькое, там, ну, 4, ну, это те, кто так на себя прям очень сильно надеется, на самом деле, 2 минутки как бы, а потом все остальное на плечи мамберет. Нет, 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 подготовка тоже должна быть и достаточно серьезная, если будет интересно, я вам об этом расскажу. Конечно, ну. Насколько в России вообще развита культура планирования беременности? Много ли таких семей, которые прям заранее готовятся к появлению ребенка, серьезно относятся к этому? Ой, спасибо большое за вопрос, потому что вот в настоящее время, если честно сказать, меня, как врача-акушерогинеколога, очень радуют те пары, которые приходят по планированию беременности и настроены очень серьезно. И таких становится все больше и больше. Я прям вот, как только приходит ко мне на прием такая пара, мне хочется им сказать низкий поклон вам. Вот, то есть сейчас все больше и больше пары становятся грамотными в этом отношении. Слушайте, это не может не радовать. А вот интересный факт, смотрите, Пабло Пикассо, известный художник, он, когда родился, его посчитали мертворожденным. И, собственно, его дядя, который находился тоже в данный момент в природах, он курил сигару. И он выдал, собственно, сигаретный дым в лицо Пабло Пикассо. Он ожил, начал плакать. И, собственно говоря, можно ли в таком случае сказать, что курение спасло жизнь великому художнику? Я думаю, это из разряда фантастики все-таки приводится такой факт. Но это правда, это чисто правда, это существовало. Сигаретный дым, он обладает далеко не пользой, тем более для будущего малыша. И исключать вредные привычки мы советуем как женщине, так и молодому человеку. Отказ от профессиональных вредностей, которые тоже существуют в наше время немало. Отказ от вредных привычек, курение, алкоголь, кофеин, никотин за 6 месяцев до планирования беременности. Плюс определенные витамины нужно принимать хотя бы за 3 месяца до планируемой беременности. Зачем здоровым, хотя бы с виду молодым людям, идти сдавать многочисленные какие-то анализы, проходить обследования и так далее? Действительно все настолько серьезно? Действительно серьезно. Подготовка к беременности, это не только вот человек видит, что я здоровый, муж у меня здоровый, зачем мне это делать? Но когда они к нам приходят, мы задаем им такие вопросы, и они уходят с благодарностью, что в конечном итоге они тоже выяснили в отношении себя какие-то проблемы. Вопросы в первую очередь мы задаем о наследственности, которая существует, да, и есть заболевания, которые передаются наследству, по наследству. Семейный анамнез, выясняем инсульты, инфаркты у родственников ближайших до 50 лет. Ну что такое случилось у бабушки или там у бабушки, у сестры, еще у кого-то инсульт в 45 лет. Разве молодая девушка подумает о том, что это может влиять на ее будущего ребенка или беременность? Нет, конечно. Нам на приеме приходится объяснять, почему мы задаем такие вопросы и обследование назначаем. Внезапная смерть в молодом возрасте, особенно тоже у родственников, я имею в виду, невыношивание беременности у родственников, у ближайших, бесплодие. Это тоже может повлиять именно на планирование беременности у этой супружеской пары. Чем-то отличаются обычные витамины от витаминов для беременных? И зачем их нужно принимать? Ну, безусловно, от меня отличаются витамины. Витамин для беременных предназначен для того, чтобы, во-первых, в первую очередь предотвратить у рост уплода. А много ли ограничений существует у беременной девушки? Вот, например, я слышала, что категорически нельзя водить машину, нельзя заниматься спортом. Все правда настолько строго, нужно только сидеть дома и ждать. Гаджеты, абсолютно любые там телефоны, все это влияет на то, как будет проходить беременность. Ну, на самом деле, девушка, если прекрасно чувствует себя за рулем, если она активный водитель, я считаю, что ограничений у нее не должно быть, если она себя прекрасно чувствует. То есть, если у нее нет боли внизу живота, если ее не тошнит, у нее нет головных болей, естественно, она может продолжать водить машину вплоть до самых больших сроков беременности. А что касается гаджетов, ну, в современном мире без их использования, к сожалению, обходиться очень сложно. Многократные исследования, произведенные в Европе, в Штатах, в общем-то, не доказали какого-то вредоносного воздействия на организм беременной женщины. Это, конечно, не говорит о том, что ими нужно злоупотреблять. Могу дать просто небольшой совет по поводу использования тем же сотовым телефоном. Электромагнитное излучение, да, оно воздействует, но если пользоваться им в дозированных количествах, например, разговаривать с телефону не более трех минут. Не держать сотовый телефон в нагрудном кармане или в кармане сумки, близко расположенном к животику беременной женщины. В социальных сетях, да, в чатиках. Для будущих мам. Да, да, я хотел сказать по-другому, но вот именно в этом, да. Вот, то же самое касается мифов о металлоискателях. У нас многие беременные женщины боятся проходить через них в аэропорту, в железнодорожных вокзалах. На самом деле это всего лишь магнит, а не рентгеновское излучение, которого большинство беременных женщин так боится. Поэтому мера должна быть во всем, и любые гаджеты, любые средства связи нужно использовать дозированно. Дозированно, согласна. Еще один вопрос, позволь себе задать, который, мне кажется, волнует всех родителей. Возможно ли при планировании заранее предугадать пол ребенка? Ну, как раньше было там, положишь, я не знаю, ножницы под подушку, будет мальчик. Этот вопрос я слышу часто и густо во время многих своих приемов. Очень многие пары приходят, особенно мужчины, этот вопрос крайне заботит. Особенно в тех парах, в которых уже рождались мальчики или девочки, им нужен противоположный пол. Таких четких данных в науке нет. То есть ни одно исследование не доказало того факта, что можно предугадать пол. А если на свадьбе гостей за мальчика забрали больше? Это не говорит еще ни о чем. Существуют древнекитайские гороскопы, существуют многочисленные бабкины способы и таблицы, их много в интернете. Можно держать топор под подушкой, чтобы родить мальчика. На самом деле методики все крайне сомнительные и предугадать пол очень сложно. Угадать пол можно с помощью генетического исследования, когда женщина уже забеременела. А ориентироваться на форму живота, если круглый, то родится девочка, если остроконечный, то мальчик. Говорить о том, что беременная девушка становится более волосатой, у нее обязательно должен родиться мальчик, это тоже все мифы. Поэтому мы ориентируемся прежде всего на результаты УЗИ и поздравляем девушку уже с тем полом, который ей определил доктор на приеме. Важно ли правильно как-то подбирать центр или клинику, в которой будет происходить планирование беременности, сами роды? Экспертный центр ведения и наблюдения беременных женщин, он оказывает специализированную помощь нашим беременным женщинам. И, конечно же, это сопровождается определенной программой ведения беременности. Это многолетний опыт, прежде всего, накопленный нашими врачами-акушерами, гинекологами. Это квалифицированные специалисты, это уникальнейшее новейшее оборудование, которое позволяет исключать всякие патологии, пороки развития у детей, выявлять на самых малых сроках беременности различные заболевания и, соответственно, вовремя их предупреждать и лечить, соответственно. Спасибо вам большое за такой шикарный ликбез, особенно для мужской половины наших телезрителей, я так думаю, но для женской это еще более важно. У нас в гостях замечательные гости, эксперты, профессионалы в своем деле. Спасибо вам большое. Спасибо. А потом дети вырастают, становятся взрослыми, начинают смотреть различные телевизионные программы. И вот здесь на помощь родителям приходят современные технологии, как правильно уберечь детей от тех или иных неправильных программ. Мы увидим в следующем сюжете. Ну что, ничего не поняли? Ладно, спросите у ребенка. Он тоже ничего не понял? В вашей семье срочно нужно учиться английскому, да и не только языку. Как? Интерактив телевизион. Ну? Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько каналов у интерактивного телевидения? А сколько из них образовательных? А сколько из них для детей? Так вот, если собрать их все вместе, получится отдельная домашняя школа. Причем без скучных лекций, а совсем наоборот. Полная увлекательных викторин, официальных детских документальных фильмов, кукольных анимаций, интерактивных заданий и, конечно же, обучающих мультфильмов. Такие каналы не только развлекают детей, освобождая родителям время для своих дел, но и обучают читать, считать, писать и разговаривать на иностранных языках. Поэтому не удивляйтесь, если где-нибудь за границей, столкнувшись с чем-то непонятным вам, ваш ребенок скажет следующее. Так что смело оставляйте свое чадо перед этой голубой кладезью знаний. А чтобы даже самый любопытный не смог залезть туда, куда не следует, существует функция родительский контроль. Сервис легко и просто позволяет оградить ребенка от нежелательных программ, а также ограничить его времяпрепровождения перед телевизором путем запрограммированного таймера. Возможно даже устанавливать специальные промежутки для просмотра, например, с 5 до 8 вечера, а также длительность просмотра, не более получаса. Для этого ребенку можно завести отдельный детский профиль в настройках интерактивного ТВ. Не забудьте также и про уровень доступа 3+, 12+, и так далее. Все программы и фильмы видеопроката с более высоким уровнем доступа будут заблокированы. В общем, тут как в Кремле, мимо караула не пройдешь. И не нужно думать, что интерактивное ТВ и все вот эти вот высокие технологии, это все так сложно. Все эти настройки займут по времени у вас не более 5 минут. Тем более, что имеются подробнейшие инструкции и руководство. Так, наконец, все дети ушли, можно спокойно посмотреть новый блокбастер 18+. Мам! Мам, ты издеваешься, что ли, а? Мне вообще-то уже больше 18. Скажи, пожалуйста, пароль. Какие уроки? Ты меня что, перепутала с младшим братом, что ли, я не пойму? Мам! Ну что, друзья, вот и близится к концу эфир программы «Апельсиновое утро». Мы надеемся, что, как обычно, зарядили вас позитивом бодрости на все выходные. Заходите в нашу группу ВКонтакте «Апельсиновое утро», участвуйте в наших конкурсах и выигрывайте потрясающие подарки. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш Инстаграм, выкладывайте свои фотографии с хэштегом «Вау» и, самое главное, проведите эти выходные отлично. Пока! Мужская парикмахерская «Барбершоп Космотека» сделала стиль наших парней. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Град». Одежда ведущей представлена легендарным испанским брендом «Куста Барселона». Присоединяйся к модному течению под названием «Кустомания».